МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Гродно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. Голоса сотрудников УВД и маркетолога Изабухова прозвучали на всю страну. Со вторым и третьим местом они вернулись с финала конкурса «Новые имена Белоруссии-2016». Хорошо отдохнуть и неплохо при этом заработать. В стране стартовала кампания по трудоустройству молодежи на летний период. Самотканные ручники, национальная изба-мазанка и борщ с помпушками. Представители украинской диаспоры рассказали, какие сюрпризы подготовили к фестивалю национальных культур. По процедуре лечения холодом и сухие углекислые ванны. Как изменился бывший детский санаторий «Неман-72» и почему сюда едут даже с Дальнего Востока. Роботы в городе. В Гродно открылась уникальная робостудия. Среди новых имен Белоруссии-2016 имена гродненских правоохранителей Андрея Гайдоровича и Андрея Григорьева и маркетолога Изабухова Екатерины Стока из столицы представителей Гродничины вернулись со вторым и третьим местом. Всего в финале творческого конкурса трудовых коллективов «Новые имена Белоруссии-2016» проводимого Федерацией профсоюзов страны приняло участие более 40 тысяч талантливых работников предприятий и организаций. Это и прокуроры, и водители, швеи, врачи, энергетики и даже шахтеры. Все они прошли три отборочных этапа. В финал вышли 26 команд. Нашему корреспонденту Веронике Цыганок удалось пообщаться с людьми, доказавшими, что Принеманский край полон талантов. На протяжении полугода представители трудовых коллективов самых разных организаций Гродничины соревновались в сценическом искусстве и прикладном творчестве. Прокуроры, врачи, швеи, энергетики, водители пели, танцевали, показывали театральные этюды сначала на районном этапе конкурса «Новые имена Белоруссии-2016», а затем на областном. В Принемане оказалось очень много талантливых людей. В Минск для участия в финале от Гродничины поехали пять команд. К слову, наш регион на конкурсе был представлен шире других. Екатерина Стока по профессии маркетолог. Занимается продвижением запчастей для сельскохозяйственной техники. Работает и живет в Абухово. В финале девушка сразилась с жюри сильным вокалом и грамотно подобранной музыкальной композицией. Екатерина исполнила песню Тамары Гверцетели «Посвящение женщине». Этой песне вообще очень сказать можно многое. Хотя здесь всего пару строчек, которые повторяются три раза, но смысл огромнейший заложен вообще в каждом слове. Перед тем, как ее петь, мне пришлось перечитать много, много переосмыслить. Екатерина Стока заняла почетное второе место. Третьими стали также представители нашего региона. Андрей Гайдорович и Андрей Григорьев, сотрудники УВД Гродненского областполкома, исполнили песню «Такая работа». Песня «Такая работа» была выбрана не случайно, поскольку она поразительно точно отражает суровые будни милицейской жизни. Накануне столетия белорусской милиции мы показали славный исторический путь доблестных стражей правопорядка и представили на данном конкурсе милиционеров всей страны. Сегодня Андрей Гайдорович вспоминает чувство ответственности, которое он испытал перед выходом на сцену. Ведь выступлению предшествовали дни репетиций и занятий с известными вокалистами и хореографами страны. Высокую организацию конкурса отметил и второй участник дуэта Андрей Григорьев. Мы настраивались на победу, я хотел бы сказать, но конкуренты были серьезные, уровень республиканский был высок. Сама организация конкурса понравилась. Мы проживали там пять дней, с нами занимались педагоги, и вокал, и сценическое какое-то искусство. То есть для нас это был какой-то опыт. На конкурсе Андрей Гайдорович и Андрей Григорьев были единственными представителями от Министерства внутренних дел Беларуси. Сотрудники УВД Гродницкого обл. сполкома доказали, среди всегда серьезных и объективных стражей правопорядка есть талантливые и творческие люди. Помимо бурных аплодисментов, массы новых эмоций, почетных второго и третьего места, представители Гродничной получили и денежные сертификаты. А золото конкурса отправилось к фельдшеру из Витебской области. Вероника Цыганок, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. 3000 молодых гродненцев в прошлом летом смогли интересно отдохнуть и неплохо при этом заработать. Строительство Островецкой АЭС, сопровождение поездов по территории России, педагогическая деятельность в Анапе. Каждый мог найти работу по душе. Список мест для трудоустройства на это лето тоже впечатляет. Молодые гродненцы, достигшие 16 лет, смогут заработать на Молочном мире, Белтелекоме, консервном заводе, МОКе, Белпочте, спецавтохозяйстве, Гродно-Зеленстрое и других предприятиях города. 1 мая на строительство Островецкой АЭС уже уехали несколько студентов Купаловского вуза. Студенты медицинского университета круглогодично могут подрабатывать санитарами и медсестрами в семи учреждениях здравоохранения нашего города. А студенты ведущего аграрного вуза региона уже приступают к работе в сельскохозяйственных отрядах. В этом сезоне предлагается широкий выбор мест для трудоустройства и несовершеннолетним учащимся. Ребята, не достигшие 18 лет, смогут проработать с продавцами мороженого, курьерами на Белтелекоме и рабочими по переработке плодово-ягодной продукции. Что касается денежной стороны вопроса, то в зависимости от сложности и графика работы, молодые люди смогут зарабатывать от 2 до 10 миллионов рублей в месяц. И это не единственный плюс летнего трудоустройства от БРСМ. После того, как все необходимые документы заполнены студентам, то, соответственно, мы даем им направление на бесплатное прохождение медицинской комиссии. Ежегодно это условие, что мы ребят страхуем на период их работы, то есть, соответственно, страховка на них оформляется. У нас, естественно, сотрудничество с Белгострахом. И, соответственно, ребят, конечно же, когда трудоустраивают на работу, на них также заводится трудовая книжка. Получить первое официальное трудоустройство может любой желающий. Для этого достаточно прийти в городской комитет БРСМ, расположенный по адресу площадь Тезенгауза, 4. Заполнить простую анкету и ждать звонка с предложениями. К слову, заявок на трудоустройство подано уже более 800. Поляки угостят королевским пирогом по особой технологии. Грузины возведут летнюю кухню из ореховых прутьев, а украинцы научат ткать рушники. Национальные диаспоры, каждая в своем стиле, планируют удивить жителей и гостей города. 4 и 5 июня в Гродно пройдет 11-й республиканский федер, фестиваль национальных культур. Одним из самых зажигательных подворьей на фестивале национальных культур считается украинское. Оно традиционно расположится около памятника Василию Соколовскому по улице Советской. Коллективы со всей Беларуси представят украинскую культуру. Перед грудницами и гостями города выступит ансамбль украинской песни «Барвинок». Представление устроят и украинские казаки. На подворье можно будет попробовать национальную кухню, сало, вареники и настоящий украинский борщ с пампушками. Также грудницы смогут узнать секреты украинского рукоделия. На подворье пройдет мастер-класс по вышивке национальных рушников. Готовит украинская диаспора и большой сюрприз. Будет построена изба, даже, как мы говорим, мазанка украинская в стиле нашего родного дома, нашей ридной хаты. Она будет вымазана в белый цвет, как это полагается. Вся она будет украшена, конечно же, нашими украинскими такими национальными вещами. Это будут рушники наши украинские. Более 40 лет Неман-72 был детским санаторием, но два года назад его специализация изменилась. Сейчас сюда приезжают взрослые люди, а также родители с детьми. В санатории сделали ставку на уникальные медицинские услуги, которые не найдешь в других местах. Например, там установили единственный в Гродном магнито-турботрон, который позволяет лечить заболевания позвоночника, суставов и даже онкологию. Чем живет Гродненский Неман-72 и почему люди едут туда за тысячи километров? В репортаже Юлии Косила. Восемь часов в самолете и еще 16 в поезде. Такой путь проделала Ольга Моисеева из Магадана, чтобы отдохнуть в санатории Неман-72. Говорить слава о белорусском оздоровлении дошла даже до Дальнего Востока. Косметические процедуры, гидромассажи, кислородные коктейли каждый день у Ольги расписан по часам. У нас родственники есть в Смоленской области. Они постоянно отдыхают в санаториях в Белоруссии. Посоветовали. Мы сами, естественно, по интернету, дочка в этом случае, она посмотрела, поискала. Получилось так, что вышли на этот санаторий. Скажу откровенно, нас поразила природа, поразил воздух. Здесь нас приняли очень хорошо. Более 40 лет Неман-72 был детским санаторием. И только два года назад стал взрослым. От старой обстановки здесь не осталось и следа. Жилые корпуса отремонтированы, в номерах новая мебель. Важную роль в лечебном процессе играет правильное питание. Отдыхающие здесь едят пять раз в день. А в баре можно приобрести свежую выпечку и даже попкорн. В 2014 году мы стали взрослыми. За этот промежуток времени, по настоящее время, была проведена очень огромная работа по реконструкции зданий, помещений нашего санатория. В настоящее время санаторий принимает 253 человека. Медицинская часть важнейшая в санатории. Здесь ставку делают на закупку новейшего оборудования и уникальные услуги по оздоровлению. Например, у молодых женщин популярностью пользуется СПА-капсула. Она применяется для снижения веса, снятия стресса, омоложения кожи. Проводится и СПА-обёрдывание с грязями и водорослями. Для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы назначают сухие углекислые ванны. А для суставов и повышения тонуса всего организма проводят локальную криотерапию – лечение холодом. Одно из последних приобретений санатория – магнито-турботрон. Тут на него выстраивается очередь. Благодаря магнитным полям он помогает справиться почти с любой болезнью. Назначают его и при онкологии. В 2015 году мы приобрели один из новейших. Практически в Гродно он единственный пока на сегодняшний день аппарат магнито-турботрон. И широко используется для регенеративных процессов. При заболеваниях позвоночника, суставов, кровообращения, сахарный дебет, дыхательная система. Очень много людей сейчас с бронхиальным мясом, весеннее обострение, язвенные болезни. Лечебный здесь даже воздух. Смешанный лес, сосновый бор и река Неман неподалеку составляют уникальную природную биосистему. Врачи говорят, такое климатолечение не менее важно. Тем более для этого можно просто сидеть на скамейке и читать любимую книгу. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Как устроен геробой и что делают роботы-спиннеры? Рассказать обо всем этом любознательным гродницам могут в первой в городе робостудии «Робокс». Там предлагаются вместить образование с развлечением и на занятия ждут желающих целыми семьями. Более подробно о роботах и о том, как они создаются, в репортаже Натальи Иванченко. 12-летний Александр Михалевич о роботах знает практически все. Может собрать любую модель и очень стремится попасть на престижный специализированный конкурс в Санкт-Петербурге. А пока подросток свое свободное время проводит в робостудии «Робокс». В этой студии робототехники нас учат первоклассные учителя. В этой студии робототехники я делаю много разных моделей, например, таких как робота-гиробоя, робота-руку, мамонта. И еще можно сделать фабрику спиннеров, там, где робот будет сам собирать юлу. Уникальная робостудия «Робокс» открылась в нашем городе около месяца назад и уже завоевала популярность. Сюда приходят мальчишки и девчонки, в одиночку и целыми семьями. Занятия по интересам находятся для каждого. За полтора часа ребенок успевает сконструировать робота, запрограммировать его и, конечно, проэкспериментировать, посмотреть модель в действии. Занятия представляют собой образование в развлекательной форме с постоянно усложняющимися уровнями задач. Наша научная студия робототехники занимается обучением детей конструированию и программированию роботов. Мы используем высокотехнологичные, применяемые во всем мире, специализированные конструкторы Lego Education, с помощью которых дети от 10 лет вплоть до студенческой скамьи могут создавать и программировать реальные модели роботов и автоматизированных машин. Очень скоро роботы станут тесной частью общественной жизни. А пока они обосновались в нашем городе по адресу Проспект Космонавтов, 9, напротив автовокзала. Месяц обучения в студии, а это пять занятий, обойдется в 350 тысяч белорусских рублей. Но летом руководство робокса решило сделать обучение более доступным. Поэтому все три месяца действует скидка 30%. К тому же первое занятие для всех абсолютно бесплатно. Наталья Иванченко, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.